Привет, бойцы! Сегодня выкатываем для вас порцию свежих и топовых новостей из мира ММА. Ставь лайк и погнали! Виктор Немков, брат новоиспеченного чемпиона Беллатор в полутяжелом весе Вадима Немкова, стал бойцом все того же Беллатор. Дата его дебютного боя будет определена позднее. Напомним, что последние три поединка россиянин провел в организации ПФЛ, забрав победу решениями у Ракима Кливленда и Рашида Исупова, а также была зафиксирована одна ничья в поединке с Базигитом Атаевым. Дальше тут у нас Дэниел Кармье, который сейчас уже может называться не профбойцом, а профаналитиком, выполнил свою основную работу, а именно дал прогноз на исход поединка между чемпионом в тяжелом весе UFC Степи Меочичем и главным претендентом Фрэнсисом Мгану. Вот что сказал DC. Я думаю, на этот раз Фрэнсис нокаутирует Степи Меочича, если только тот не возьмет большой перерыв и не даст восстановиться свои челюсти. Он понес слишком большой урон в наших поединках. Также DC высказался насчет своего будущего. Я не собираюсь больше драться. Я чувствую, что закрыл эту дверь и в ближайшее время планирую выйти из пула тестирования ЮСАДа. На UFC 254 нас ждет много интересных поединков с участием российских бойцов. Недавно был анонсирован бой между Умаром Нурмагомедовым, который является братом Хабиба, и Александром Морозовым. Умар, как и старший брат, не знает поражений и имеет на своем счету 12 побед, 6 из которых были досрочными. В ноябре прошлого года «Россиянин» защитил титул GFC в легчайшем весе, удосрочив удушение МЗА и аргентинца Брайана Гонсалеса. А экс-чемпион М1 в легчайшем весе Сергей Морозов идет на серии из пяти побед, две последних одержав в титульных противостояниях с Александром Осетровым и Джоши Мреттинхаусом. Бой обещает быть интересным. Оба очень крепкие ребята. Там точно будет на что посмотреть. Также на турнире сразятся Александр Волков, который будет выходить на бой после недавнего поражения от Кертиса Блейдса, и Уолт Харрис, который также свой последний поединок проиграл Алистару Авериму. Ну и на днях была анонсирована еще одна схватка в этом карде, и это должен быть прекрасный бой. Ведь в октагон выйдут Ислам Махачев и Рафаэль Досанес. Вот как официальный инстаграм-аккаунт UFC анонсировал данный поединок. Огромный шаг в конкуренции. Ислам Махачев встретится с бывшим чемпионом Рафаэлем Досанесом на UFC 254. Не прошел мимо и чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Орел написал следующие слова. Отличный бой. Вперед, брат. Что ж, с нетерпением будем ждать этой схватки от двух настоящих воинов. Кстати, естественно, на весь турнир UFC 254 на нашем канале будет обзор. И вообще будет очень много интересной информации по этому турниру. Потому подпишись, чтобы не пропустить. Ну и напоследок у нас высказывание Артема Лобова о причинах конфликта с Зубайрой Тухуговым. Оставляем вас наедине с легендой. Послушайте, что он скажет. А с Тухуговым, даст бог, еще разберемся. Не то, что там лишний прядь, но я даже смотрю, даже посмотреть, когда после боя с Хабибом. Да, ну окей, бывает на эмоциях они там запрыгнули туда, что даже некрасиво. Да, человек только что отдрался там 4 раунда, они прыгают к нему толпой, там пытаются что-то сделать. Ну окей, я на этом могу закрыть глаза. Там на эмоциях я понимаю, сам смотрел этот бой, насколько был эмоциональный этот бой. Но после этого, когда он домой пошел, и он решил записать это видео, хвастаясь, типа, что он там попал к Конору или еще что-то ему сделал. На видео как будто я пропустил, короче. Волеги не пропустил. Даже не пропустил, рядом даже не было. Волеги. Я ему дал пощучину, как обещал, что я его доставлю за свои слова ответить. Сделал. Соломанку дал бегу. Ну, ну кто? Это разве достойный поступок, что ты там запрыгнул, и вы толпой бегали, и ты там... Причем еще потом, когда мы видели на видео, что он даже еще и не попал ему. Вот. Ну, для меня это очень некрасиво он сделал, когда вот именно это видео. Когда ты домой пришел, ты отдышался, ты уже здравым умом на это все смотришь. Как можно было там сидеть и хвастаться, что ты там запрыгнул и толпой там где-то что-то якобы попал, хотя и не попал. Но вот это мне очень, допустим, не понравилось. Пробей лайк, если забыл в начале, и подпишись, ведь у нас тут будут и обзоры, и новости, и топы, и все, что ты пожелаешь. Меня зовут Иван Неумин, это канал Let's Time. Пока!